Всем привет! С вами Ольга Твернова, моя огородная азбука, уже язык заплетается. Вот смотрите, я как раз сейчас рассказывала, что на консервацию готовила томаты, все утащила, остались вот лишние. И как раз удобный случай предоставился рассказать и показать, как должна выглядеть рассада перед высадкой на постоянное место, хоть в теплицу, хоть в открытый грунт. Вот новички наши, начинающие огородники, очень часто путаются в объеме информации. Кто-то читает, что по сантиметрам, например, сколько там, 15-20 сантиметров должна быть. Кто-то считает по количеству листьев. Но в зависимости от сорта у нас и длина бывает разная, сантиметры. Вы видите, вот она в фазе бутонизации, один у нас вот такой, один вот такой, а другой вот такой. Просто тот по сортовым характеристикам, который индетерминатный и высокорослый, он всегда будет рассада выше. А вот этот розовый мед, и тут кто у меня еще? Сейчас. Ну, не важно. Они будут ниже, которые низкорослые, особенно детерминатные. Детерминатные всегда будут выглядеть ниже, но они тоже, даже при низком росте, готовы к высадке. Как же узнать? Ну, вообще, единственный такой явный признак, на который следует обращать внимание по рекомендациям специалистов, опять же, но это не обязательно точно выполнять, это должна быть у рассады цветочная кисть выдвинувшаяся. Вот смотрите, в чем разница. Вот у нас, где она у нас? Цветочная кисть, ну вот, например, смотрите, бывает, когда листья, вот так вот, цветочная кисть только показалась. Можно еще неделю подождать, но если цветочная кисть выдвинулась и полностью висит уже вот на своей, на этой ножичке, это значит, вот это самый оптимальный возраст рассады, когда нужно высаживать. И всегда нам рекомендуют, что до этого, вроде бы как рано, когда уже расцветет, тоже нежелательно, потому что при высадке все же по-разному высаживают. Может быть, вы так высадите, что будет травмирующая высадка, и цветочки отсыпятся. Когда цветочная кисть выдвинулась, но еще не расцвела, оптимальный, идеальный возраст рассады, когда нужно высаживать. А считать листья это бесполезно, потому что в зависимости от сорта есть после шестого листа цветочная кисть уже готова, а есть у высокорослых после восьмого или даже девятого. Поэтому, если вы не знаете, после скольких листьев точно у вашего сорта появится вот этот цветочный бутон, плодовая кисть, то тут можно запутаться. Вы считаете их 7-8, может быть, вы считаете, уже пора высаживать, а там, может быть, еще будет 9-й, 10-й, 11-й. Есть сорта, у которых после 11-го листа только появляется цветочная кисть. Еще раз говорю, это индетерминатные. Но, если начинающий огородник, например, услышит вот такое, что при наличии цветочной кисти и все сразу высаживать. Но это по правилам. У каждого правила у нас есть исключения. И которые детерминатные, низкорослые вообще. А, и еще есть еще одна такая, как один признак, по которому мы определяем. Это примерно стандартная рассада 60-дневная. Но, опять же, этот срок не всем сортам подходит, потому что есть детерминатные или скороспелые, которые можно высадить уже и в 45 дней, и в 50 дней. Ну, короче, и в 50-45 дней, то есть раньше, на неделю или даже на две. Потому что у них короткий срок вегетации, и они к этому времени уже почти взрослая рассада. Так что тут и срок не дает нам точной гарантии, и не дает высота саженца точной гарантии, и не дает количество листьев точной гарантии. Единственный признак, по которому вы точно не ошибетесь, это вот по бутону. Раз бутон выкинул томат, значит, он хочет идти на постоянное место. Цвести, плодоносить. Потом, еще каких же много часто вопросов... Забыла, пока тут сидела. Так, раньше можно... А, позже, вот, выяснили, что и в 45-50 можно высаживать стандартный. Указывается срок 60 дней. А что делать, если 60 дней исполнилось, а высадка еще, ну, проблематично, холодно, например, на улице. Можно ли еще держать? Конечно, держать можно. Можно и 70. Я и 80 дней держала. Но тут у нас встает проблема. Не ухудшится ли качество рассада? Не вытянется ли ваш сейниц? Вот хорошо, когда вот такие, как Настенька, Демидов, у них толстый ствол и 10 дней задержки для них ничего не стоит. Они могут зацвести, но они не вытянутся, они не будут тонкие и такие, как... Но они все равно будут крепкие и стоячие. А индетерминатные сорта у нас ведь вытягиваются. И тут у вас будет решение за вами. Или вы будете просто ждать, ухудшая качество рассады, или вы что-то будете предпринимать, чтобы дальнейшие вот эти лишние недели, полторы, она у вас росла в комфортных условиях. Что это значит? Это значит, их уже нужно расставлять пореже в это время, они взрослые растения, им нужно уже больше грунта, желательно сделать перевалку в объем большей тары, чтобы она эти лишние недели, полторы недели не угнеталась, а продолжала жить в своем обычном ритме, чтобы ей хватило питательных веществ, помидорки, чтобы ей хватило солнца, чтобы ей хватило... О, Настенька упала! Чтобы ей хватило и солнца, и места, чтобы листья друг на друга не наседали. Вот вы, если предыдущие видеоролики мои смотрели, то видели, как я ставлю на доращивание стаканчики подальше друг от друга, они тогда толстеют, крепнут, и вот в таком виде, если в солнечном месте, например, в теплице, на расстоянии друг от друга, можно и увеличить возраст рассады, довести его даже до цветения. Многие высаживают и цветущие. И вот сегодня беседовали на тему, нужно отщипывать цветочки, если они в рассаде зацвели в стаканчики, нужно ли отщипывать или нет. И тут вот про отщипывание цветов, тут тоже у нас дорога раздваивается, налево пойдешь, направо пойдешь. Ты можешь и отщипнуть, если тебе не хочется возиться с перевалкой, с добавлением грунта, с улучшением жилищных условий для своей рассады. А можешь и не отщипывать, просто дать ей такие условия, при которых она и зацветет, и, возможно, после высадки это будет первый ваш томат. Вот я уже рассказывала утром, что я переваливала в прошлом году из 200-граммовых в 500 граммов, потом в 2 килограмма, потом в 5-литровые ведра, когда для раннего урожая, и цветущие томаты высаживала, именно они дали мне самый первый урожай. Видите, как многогранно все эти, как многоступенчатые, вот эти решения одной проблемы может быть у всех разное. Кто-то по-быстрому, по-ленивому, отщипнет цветок, и все. И это тоже его выбор. Но некогда ему возиться, занятый он на работе, а кто-то может посвятить немножко побольше времени, тогда он никого не щипать, никого не будет. Он просто добавит земельки побольше, возможно, переварит, заглубит еще раз. Растение начнет образовывать дополнительную корневую систему, это немножко притормозит рост. Так что у каждой проблемы есть очень-очень много решений. Попробуйте все, один за другой, и выберите свой самый лучший вариант. Все, с вами Ольга Чернова. Желаю всем удачи, чтобы рассада наша росла и крепла, без ущерба для здоровья, чтобы была и взрослая, но не вытянувшаяся, и цветущая, но не та, которая при пересадке сбросит цветочки, чтобы все было в нашу пользу.